здравствуйте всех приветствую на своем канале гостей и подписчиков меня зовут кристина я вас приветствую в своей мастерской сегодня я поделюсь своим опытом и теми инструментами которые у меня есть и покажу чем отличаются простые карандаши и в чем их свойства и почему некоторые карандаши очень мягкие очень как бы ими можно рисовать в плане того что где-то темный цвет можно вернее темный тон придать а где-то тон очень такой светлый чем они отличаются по толщине графит и вообще сама структура почему она все так как точить также у меня есть точилка и резак чем отличается резак от точилки я тоже расскажу приступим сегодня у меня вот есть кохиноровские карандаши они профессиональные наверное слышали про эту фирму то есть это карандаши более такие 12 12 карандашей и я ими пользовалась когда училась в художественной школе они у меня сохранились и сегодня вам покажу вообще чем отличия и как их точить кохиноровские карандаши они очень хорошие потому что они у них состав идет натуральное дерево и графит довольно таки качественный не крошится и не ломается сам карандаш он по структуре весь все основание но такое покрыто лаком то есть он не гнется и довольно таки приятно его держать в руках потому что когда ты делаешь штрихи тебе надо полностью как бы свою руку расслабить чтобы штрихи были более мягкие и карандаш скользил по пальцам это очень важно потому что некоторые карандаши они такого них нет такого свойства и очень сложно с ними работать теперь у меня есть вот такие механические карандаш карандаш карандашики они довольно таки тонкий графит очень удобные в том что ты можешь как бы на при нажатии выдавить больше или меньше и также их не надо точить то есть конечно удобство и тут же там написано что 0 25 миллиметров это толщина графита вот он видно наверно теперь у меня есть обычный карандашик довольно таки hb потом hb потом объясню что то что это за обозначение и почему всех на всех карандашах есть какие-то буковки вы наверное тоже думали что это такое может это какие-то приколы нет это обозначение говорит о том что это твердо мягкий карандаш и здесь вот такие обозначения и компания medium medium это средняя толщина графита ну допустим если сравнивать с механическими и с вот этим деревянным простым то видно визуально что сам графит очень толстый его надо будет корректировать резаком тоже расскажу как это делать теперь у меня есть еще вот такой карандашик он тоже механический у него есть точилочка вот здесь вот очень удобно потому что с ним тоже когда работаешь он механический хотя выглядит как как будто из дерева это имитация вот здесь тоже нажимаете и здесь вот тоже он вылазит видите визуально тоже понятно что он толще он намного толще чем этот у них у него ширина идет 2 миллиметра то есть это довольно таки толстенький карандаш поэтому вот здесь вот когда его уже он обточился его уже надо обновлять берете не засовывать вот сюда и сам графит он очень хорошо то учится все для удобства люди стараются чтобы всем художникам было хорошо и комфортно рисовать теперь у меня есть вот такой вот еще один комплектик он уже такой старенький остался у меня так это у нас шесть штук фирма конструктор так так себе конечно сам производитель говорит сам за себя потому что карандашики они тоже из натурального дерева то есть вот отличаются они более потоньше тоже очень хорошо удобно держать в руке скользят но есть минусы в том что при обтачке вот здесь вот карандаш он имеет свои какие-то заусенцы то есть не очень удобно когда карандашик будет уже подходить к своему основанию либо немножко уже будет оставаться пальцы будут обтираться бы вот этот вот эти вот штуки будут наверное заусенцы не очень удобно поэтому в последующем сейчас расскажу как вообще протестируем эти все карандаши какие какими легче и что что какими можно делать какие штрихи удобнее и как вообще всем этим пользоваться конструктор так карандаши фирмы конструктор и карандашик или костяну одну сторону мы заполним другой конкурент начнем с конструктор так ну в принципе работать приятно карандашки довольно такие мягкие но оставляют вот такие вот зазубренные то есть сам нажим как будто график не чувствует то есть он дает один и тот же тон и Пространство более твердомягким карандашом видим, что сразу тон приобретает свою какую-то глубину. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Карандашики все-таки Кахенуровские лучше, чем конструктор. Спасибо всем за просмотр. В следующем видео я вам расскажу про акварель, как пользоваться акварелью и вообще какие виды акварели есть. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Также я буду рада всем своим посетителям моего канала. Пишите свои вопросы и также темы для видео. Спасибо. До свидания.